Распаковка камеры наблюдения и не только с Алиэкспресс. Здравствуйте, с вами Ёж, вы на канале Олегит и хорошего вам настроения. Друзья, продолжаем ту самую рубрику распаковок, которая вроде как вам заходит. Именно поэтому, как и обещал, вместе с вами все распаковываем, все что приходит с Алиэкспресс. В этот раз, на удивление, в основном одни коробки, пакетов мало, так что заваривайте какой-нибудь полезный чаек, берите что-нибудь полезненькое вкусненькое и начнем уже корошить эти коробки, ну и немножко пакетов. Погнали! Так, ну что же, для удобства сдвинул все в сторону и давайте начнем с малого. И будем двигаться, наверное, к большему, ну или как-то так. Что у нас тут находится? Подзабываю, что заказывал, особенно из мелочевки, ладно, что-то там крупное. И тем приятней, уже какой-то навык выработался, потому что забываешь и прям сюрприз. Такой нежный запах. А это, видимо, запасные. Типа аромопластинки для вот этого такого, как это называется, освежителя, кондиционера. Подумал, что это аромопластинка, просто она пахнет, но по факту это двухсторонняя вот эта вот липучка, для того, чтобы прикрепить куда-то на панель, чтобы не плясало. А сама вот эта аромопластинка, которая вставляет вот этот, ну, освежитель, скажем так, воздуха в машине, вставляется. Она имеет форму бублика и вставляется вот сюда вот. И вот этим вот алюминиевое. И вот так вот потом закручивается. Есть с разными марками автомобили. Решил такой взять, пусть будет, по-моему, симпатичненько. Так, поехали дальше. Поехали дальше. Вот эту штучку я догадываюсь, что здесь находится. Не буду резать, потому что там ткань. Оп! Ждал эту штуку, вообще, вы не поверите, уже очень давно, уже начался давно рыболовный сезон. А все, что я заказывал, заказы отменялись. И вообще на Алиэкспрессе буквально у одного-двух продавцов всего вот эта штука продается. У одного китайского, как я понял, поделка, у другого финского, как я понял, все-таки оригинал. Потому что цена за нее пять чем-то тысяч, а эти в районе тысячи стоят. Разница большая. И это действительно доставка была из Финляндии. И несколько раз возвращалась. Что-то там то ли таможня не проходила, то ли что. Но вот она и дошла, друзья. А вот такая вот летняя, ну, так сказать, летняя, я не знаю, как правильно называется. Назову ее кофта. Кстати, материал действительно обалденный. У китайских, конечно, наверное, мне кажется. Ну, я заказывал, только не по размеру. Там другой материал был. Для чего это нужно? Чтобы не обгорать на солнце, как я периодически. Когда просто фанатично на солнце нахожусь, постоянно никуда не двигаюсь. Прилично так обгораю, скажем так. А это очень дышащая, очень, опять же, белый цвет. Вот такая вот Рапала. Ну, тут множество всяких брендов. Ну, основной бренд Рапала. Финляндия, все дела. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, по качеству хорошая. И размер вроде как мой. Ну, что ж, размер по ощущению четко мой. И по рукавам. Рукава, кстати, такие прям эластичные. Тугие, но ничего не давят, когда вот так вот. Ну, браслет пришлось достать, потому что с браслетами давят. А так вообще обалденно. По моему ощущению, что размер мой. Плечи совпадают. Комфортно. И вообще нет ощущения, что что-то нам не одето. Как будто просто... Ну, необычное ощущение. Как будто что-то присутствует, но как будто не одежда. Как-то так. В этом и продолжим. И раз уж я это достал, то вот здесь я, по-моему, тоже догадываюсь. Что? Потому что пришло это в один день. И это будет из этой же самой темы. Ну, должно быть. Коробочка легкая. Может быть, кто-то уже догадался, что... Это, друзья, нудовная черная подушечка. Ну, нет. Кто еще будет доставлять и упаковывать, как мне вот эта вот фирма на кепке, бейсболочки. Фирма, кто знает, рыболовная вообще ни разу не дешевая. Классическая бейсболочка. Оп. Ну, все, братцы, так и будем продолжать дальнейшую распаковку. Ну, лично мне нравится. Не знаю, почему, но вот как-то нравится мне этот бренд, как он выглядит, как он... Я вообще не люблю одежду носить с каким-то названием. Я здесь весь облепился вот этими всякими разными брендами. Ну, вот как-то так. Спортивная рыбалка, спортивная внешняя. Так. Вот эту штуку я сейчас жду, потому что прошлая моя... Ну, забегу вперед, скажу, что шлифовальная машинка просто отработала, мне кажется, все, что только возможно. В принципе, ее, наверное, починить можно. Но если эта штука стоит там 2-2,5-3 тысячи рублей, то заморачиваться с ремонтами. Прошлая моя шлифовальная машинка, ну, прошла через вообще... Чуть через что только она не прошла. Ворота гаража, ворота въездные. Что только я ей не шлифовал, и все вот, она нормально выдерживала. Как-то вот эта площадка у нее там обгорела, сгорела, в общем, вышла. Хотя сам мотор работает, но там внутри что-то там не держало вот эту саму основную площадку. Не вот эта, которая винтиками откручивается, а вот сам вот этот механизм, там резьба, она вся рассыпала, сгорела. Ну, а дела не ждут, еще многое нужно отшлифовать, а машинки нету. Стал искать на Алиэкспрессе, что сейчас есть именно из-за наличия в ближайшее время и, по сути, практически ничего. Вот эту фирму я вообще не знаю, WorkPro, да, какая-то профессиональная работа. Вообще, я хотел бы опять вот эту Дека или как она взять, ну, ту же фирму, которая у меня была. Она даже стоит 2,5, это стоит в районе 3 тысяч рублей, по-моему, получается. Но Дека почему-то не нашлось на слабе России. А вот эта была, и, в принципе, дней за 5 она пришла. Вот, можно высыпать. У Дека у нее было мягкое вот это подключение, да, значительно меньше места занимало, хотя, в принципе, это тоже не сильно много места занимает. И у Дека не было вот этой вот регулировки. Здесь есть регулировка, вот 6 скоростей. Не знаю, видно вам, не видно, 6 скоростей. 5, 4, 3, 2, 1. Там одна скорость была, нажал, и все. Выключатель, включатель здесь вот таким вот образом выполнено, что, кстати, гораздо лучше, чем у компании Дека, потому что там он был выполнен в виде герметичной кнопки, вот этой вот, ну, под оболочкой. И там так неудобно нажать. Я один раз как-то так нажал, ну, неудобно, как-то так вот держал, диск ротанулся, и мне вот так вот палец стесал немножко. Вот такой тоже момент был. Ну, и здесь в подарок, вот к этому WorkPro, понятия не имею, что это за фирма, но, вроде как, отзывы хорошие. Это благодарность, то, что приобрел. Это какая-то брошюрочка всяких разных инструментов, которых у них тоже есть. Ну, конечно же, ненужная инструкция. И шлифовальные диски в подарок, видите, вот с вентиляцией, 80-е зерно и 120-е, да, да, 80-е и 120-е по 5 штучек. Сейчас лето, здесь нет кондиционера, я вам скажу, что вот с длинными рукавами вообще комфортно сидеть, вообще не жарко. Ладно, продолжаем. Вот тут вообще не догадываюсь даже, что он находится. Оказывается, друзья, у нас сегодня будет не только видеонаблюдение. Ну, и для любителей проекторов тоже будет что показать. 3D-очки активные, ну, не буду сейчас распаковывать обычные 3D-активные. Чем-то напоминает проектор Bintech. Прям очень сильно напоминает проектор Bintech. Типа UFO-80, что-то такое. По цене, может быть, плюс-минус что-то такое поинтереснее. Вот он перед вами. Сейчас он в пленочке, друзья, не хочется ее нарушать. Перед тем, как делать на него отдельный обзор, в комментарии напишите, интересен ли вам обзор на данный проектор. Ссылочку я оставлю на него в описании под видео, чтобы понимали цену, что это вообще за проектор, его характеристики. Проектор очень даже интересен. Если будет много, активно много комментариев, то в ближайшее время снимем обзор именно на него. Так, ну что, давайте приступим к видеонаблюдению. Уже пора. Пора. По скотчу понятно. Гадалки, как говорится, не ходи. Понятно, что тут находится. Автономная камера от G-Craftman на солнечной панели. С ИК-подсветкой, с фонарями. Питающаяся, друзья, от 5 Вольт. То есть, ее можно подключать к резервному, самому дешевому питанию от обычного пауэрбэнка. Инструкция. Всякие шаблоны для крепления кронштейнов. Солнечная панель, друзья, посмотрите какая. Она имеет такой прорезиненный слой, который не боится никаких осадков. То есть, град, вот это все. Это уже новое поколение. И она защищена. Она прям по ощущению, как резиновая такая. Сим-карта, друзья. Да ладно. Я думал, обычно надо покупать какую-то местную сим-карту. Желательно с тарифом для умных устройств. Тогда камера точно будет работать. А здесь какая-то сим-карта. Ну, напишу, спрошу у продавца, что за подарочек такой. Может, какая-то супер безлимитка. Так, здесь у нас USB на Type-C. Пинцеп даже положили, друзья. Вот это отношение. Кстати, металлический, нормальный. Чтобы симочку извлекать, симку до карты памяти. Всякие дебиля, саморезы. Еще там какая-то мелочевка. И сама камера. Влази. Видите, как все упаковано бережно. Вспененную упаковку. Логотип G-Craftman с гордостью. 4G полностью автономная. Вот такая вот, друзья, миниатюрная камера. С датчиком обнаружения движения. Камера, которая способна висеть у вас просто где-то на дереве, на столбе. Вообще в степи, где нет ни электричества, ни какого-то провайдера. И в случае обнаружения движения, передавать вам пуш-уведомление по обнаружению движения только человека. Это прям вообще красота. Причем она должна снимать типа в 5-мегапиксельной, типа в 2К разрешении. Ну, посмотрим, посмотрим. Очень любопытно, что это такое. Потому что продукт новый. Насколько мне известно, G-Craftman долгое время не хотел запускать никакие такие моменты. У них все это было на... Ну, долгое время было на этапе тестирования. И вот они протестировали и все-таки решили выпустить вот такого плана уже. Если выпускать, то прям серьезно. Видите, они даже позаботились о том, чтобы продукт долго служил. Пластиковые уголочки. Чтобы коробочка не погнулась. Оп. Видите, да, вот это вот все показывает, насколько продавец соответственно подходит. Даже один уголок вам лишний. Насколько продавец соответственно подходит к тому, чтобы товар пришел в целости и сохранности. Потому что, как мы знаем, почта и все остальные логистические моменты работают по-разному. Люди там разные. Здесь у нас, друзья, находится купольная ПТЗ. То есть поворотно-зумирующая с оптическим, по-моему, 5-кратным зумом. 6-ти мегапиксельная камера. Вот такой вот, кстати, кронштейн. Вообще отличается от всех. Вообще прям он как железо, хотя из АБС. Всякие винтики, шпунтики. Блок питания. 12 вольт 2 ампера. Единственное, что китайские евровилки я тут не вижу. Есть ли евровилка? Евровилки не вижу. Ну, то есть переходник нужен, друзья. Переходник вот под этот, да, обычный. И посмотрите камера. Ничем вам не напоминает какой-нибудь из самых последних версий. Hikvision или Dachoo, что-нибудь такое. Меня сейчас доставать не буду. Пленочка пусть так сохранится. А то я не одену потом. Хочется ее показать вам. Полностью металлический вот этот корпус. Здесь все защищено. Ну, камера действительно выглядит уже, извините, как современная. Не как вот эти вот, да, которые там еще до 2000-х годов сделали корпуса. Я так до сих пор в них делаю. Еще одна такая подобная коробочка. Чуточку побольше. Здесь уголочки. Видите, какие просто красавцы. Я не знаю. Были какие-то случаи там, да, там что-то на почте вдруг заказывал у них камеру. Ему вместо нее там кто-то на почте перепутал реально. Ему пришла терка что ли, что-то такое. Вот, написал продавцу вообще без вопросов. Выслали ему камеру. Теперь у него и терка и камера. Вот. В общем, такие-то случаи тоже бывают. Ну, ответственный продавец, потому что дорожит своей репутацией. И она, в принципе, у него полностью оправдана. Еще одна автономная камера, но уже при этом Wi-Fi, насколько я помню. Вот такая же самая солнечная панель, которую должна выдавать вот такая маленькая 2 А. Здесь у нас уже идет блок питания. Здесь у нас, видите, в отдельном коробочке уже отличий есть. Там вот так просто. А здесь в отдельном коробочке всякие кронштейны, Type-C. И визуально, в принципе, практически точно такая же камера. Джек Рассман. Все. Ну, упаковка другая. Визуально они схожи. Так вот, да, на первое ощущение. Однако это уже Wi-Fi камера. То есть без сим-карты. Ну и сим-карты здесь какой-то страны не положили, как в ту. Так, еще камера вот Джек Рассман. Подумал, какая-то большая упаковка. Это, друзья, давайте с нее начнем. Внутренняя смарт-камера. Смотрите, какая красивая упаковка. Ну, вообще, да, вот кто занимается продажей с Алиэкспресса, да, с Алибаба и вот это все дела. Просто потрясающе. Гляньте. Инструкции. Во-первых, инструкции, ну, пока что еще они не сделали. Это только-только они выпустили. Пока только английский язык. Но опять схематично, логично и понятно. Через какое-то время, я вас уверяю, должно уже выйти и на русском. USB на Type-C, да, не вот эти вот микро-USB, которые во всех камерах, да, вот дешманских старых. Вот этих вот. Здесь у нас блок питания обычный, кронштейн. И посмотрите, до какой степени уже делают этих малюток, а. Ну, красота же. Смотрите. Таким вот хвостиком. Хвостик это, по-моему, либо Wi-Fi антенна, либо микрофон. Но визуально это даже похоже на микрофон, если честно, они на Wi-Fi антенну. Причем камера работает уже не только в 2,4 МГц, а в 5G, но в 5 МГц, да, вот это вот. Все новые современные роутеры, которые сейчас делаются, она поддерживает и тот, и другой диапазон. Потому что были случаи, когда люди пишут, купил камеру, она вот типа там не подключается к моему роутеру. А у него роутер только современный и никак не поддерживает 2,4 МГц. Здесь у нас 64, 64, 2 их собственного, видите, бренда G-Crossman. Ну, как собственный, видимо, заказывает, да, на заводе вот. Ну, красиво же, да, тоже стильно. Это все показывает отношения продавца. То есть, не то, что сделать тяп-ляп, а действительно вот так вот все красиво брендировано. Ну, и вот такой вот видеозвонок. Видеозвонок, не видеоглазок, а видеозвонок, напоминающий вызывную панель видеодомофона. При этом у него нет шлейфов, насколько я знаю, на открытие электромеханических электромагнитных замков. При этом это полностью пылевлагозащищенная. Есть обнаружение движения детекции только человека. Запись на SD-карту памяти. То есть, допустим, ситуация такая, кто-то подошел к вам к двери, к вашей калитке, и вам сразу приходит пушевое давление, что кто подошел. Вы в любой момент можете посмотреть со своего смартфона, кто вообще шарился возле вашей двери, что говорил, что делал. Если кто-то позвонил, вы можете ответить, сказать что-то, то есть по громкой связи, спокойно переговорить. Удобная штука. Сам пользуюсь иногда чем-то подобным. Топо-отдафо-аймо, который сейчас просто космос стоит. Она вроде двадцатки уже стоит. Так, ну и большая завершающая коробка. Это уже, друзья, не от G-красного. Здесь должен быть, насколько я помню, понимаю, точнее, проектор. Но это не точно. Ну, хотя коробка похожая. Здесь я сомневаюсь, что будут какие-то уголки. Да, никаких уголков нет. Но, тем не менее, благодарю тех, кто сохранили первоназданный вид. Вот так как вы просите меня показывать все новые и новые бренды, вам надоели эти Junior, вам надоели Evercom и тому подобное, вот вам еще новый бренд, название которого я даже не знаю, как правильно прочесть. Напоминает, ну и недавно необозреваемый проектор. Прям вот очень похож, очень-очень. Модель D7W. W значит с Wi-Fi, а значит и с Android. Выглядит очень стильненько, металлически так. Ну, это, естественно, все пластик, но прикольно. Прикольно. Не марка. Его интересное отличие, то, что помимо того, что он подключается к Wi-Fi, у него есть также и LAN. Можно подключить кабелем. Один порт USB, один порт HDMI, что более чем достаточно. Аудио-видео, наушники, AirFod. А, кстати, два входа, вообще, два входа USB. Два входа USB более чем достаточно. Напоминаю, что все ссылки на эти товары вы можете найти в описании под этим видео. Постараюсь все это выложить. Ну, и посмотреть, на что вам хотелось бы в ближайшее время посмотреть мой отдельный обзор. Так что, пожалуйста, напишите об этом в комментарии. Ну, и продолжаем розыгрыш на ваши интересные какие-то хорошие, веселые, добрые комментарии. Пишите что-то такое. Если какой-то комментарий реально, не знаю, понравится, зайдет в душу или вообще будет в целом очень такой хороший, добротельный, то своему такому подписчику отправлю приз. У меня еще есть Bluetooth-колонка, несколько смарт-часов. И даже подумаю, возможно, какой-то из проекторов отправить, потому что что-то они залежались. Надеюсь, это видео вам было интересно, может быть, даже полезно. А если так, то ваша подписка на мой канал, палец вверх и приятный комментарий замотивирует меня еще больше продолжать стараться для вас. Вам пустяка, мне сильно поможет. Желаю вам любви, добра, осознанности, лада в сердце. С вами был Ёж, пока! Субтитры сделал DimaTorzok